МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При неспешной прогулке по улице Новослободска можно заметить интересную вывеску. Резчик по дереву Александр Зимин создал уникальную выставку в нашем городе. Около полутора тысяч работ разместились на выставке резьбы по дереву. Ее хозяин Александр Зимин последние 40 лет занимается работой с деревом. Удивительно, что это просто его хобби. Профильного образования резчик не имеет. Еще в прошлом веке директор бывшего профильного училища предложил ремесленнику открыть свой музей. Постепенно идея воплотилась в жизнь. А вот мою выставку называют и туристической изюминкой. Клянусь, вон там. И неоднократно пишут. В этот момент придешь к тебе, лишний раз улыбнешься. Вместе с выставкой функционирует и клуб любителей резьбы по дереву. Мальчишки и девчонки старше 13 лет могут научиться делать из куска дерева интересные вещи. Фигурки любимых героев, ложки, игрушки. Главное в этом – желание, отмечает Александр Зимин. Сам он творит в любых местах, где настигнет вдохновение. Везде – и в автобусах, и в электричках, и в поездах, и даже в самолетах резал, клянусь. Вот приезжаю там куда-нибудь на пляж, сажусь, чик-чик, есть какая-то вещишка. Так что это дело – желание. В его коллекции маски, шаржи, портреты политических деятелей и даже образы святых. Самая большая работа находится в церкви Казанской иконы Божьей Матери в Константиново. Она около трех метров в высоту. Роберт Рождественский, старый муж, это Святая Мария и Иван Креститель. Такие вот пироги. Увидеть эту самую туристическую изюминку может любой желающий в доме по адресу Новослободская, 20. Выставка бесплатная, двери открыты абсолютно для всех. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Икона «Страшный суд» Один из самых полных изводов апокалипсиса в станковой живописи 17 века. Визуально ее можно разделить на две части. Слева по правую руку от спасителя изображены святые, праведники и их души. Справа расположены бесы, грешники и падшие ангелы, которые спускаются в ад. Сама икона подсказала идею выставки. Дело в том, что это не первый выставочный проект в музее, который посвящен такому памятнику. Когда эта икона только была открыта и отреставрирована в центре Грабаря в Москве, выставка состоялась. Но эта выставка была сосредоточена вокруг отдельных персонажей, эпизодов, включаемых в иконографию «Страшного суда». И позволяла зрителю просто поближе, во фрагментах, познакомиться с отдельными участками этого памятника. А вот нынешняя выставка – это такая сумма накопленного нами опыта за прошедшие, получается, 15 лет по изучению этого памятника и по включению его в общую историю древнерусского искусства. Западноевропейская и русская гравюра – деревянная, полихромная скульптура и икона синодального периода. Разнородные произведения искусства помогают зрителю составить полное представление о стилистике и семантике влияний, которые отражены в «Страшном суде». Отдельное место в экспозиции занимают лубочные листы. Этот вид графики представляет собой изображение с подписью. Лубки отличаются простотой и доступностью образов. На этой камерной выставке они демонстрируют восприятие идеи конца света в народном сознании. Большая часть выставки посвящена собственной истории научной реставрации иконы «Страшный суд» и парной ей как тематически, так и по происхождению иконы «Воскресенье, сошествие в ад». В общем-то, вот так всесторонне изучить, понять и прочувствовать этот памятник было бы просто невозможно без помещения его в музейную среду, поскольку изъят он был в ходе экспедиции в 70-е годы в состоянии крайне плачевном. Живопись 17 века была записана слоем 19 века, а лифа совсем потемнела. И по большому счету сохранность этой иконы – это большая удача. А что касается введения ее в экспозицию самой камерной выставки, мы посчитали это излишним, потому что сама икона «Страшный суд» уже больше 10 лет занимает свое место в постоянной экспозиции древнерусского искусства. Экспозиция «Страшный суд» – это настоящее погружение в эстетику времени, которое, безусловно, станет увлекательным даже для искушенного экскурсанта. Выставка будет работать до 31 августа. Шоу «Бурлеск» впервые появилось на арене в 2019 году. Рождение программы сразу принесло победу. На 43-м международном цирковом фестивале в Монако артисты программы завоевали главную цирковую награду мира – золотого клоуна Монте-Карло. И вот уже 4 года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. В Рязани «Бурлеск» впервые. И хотя зрители уже знакомы с проектами Геи Эрадзе, «Бурлеск» способен удивить и взрослых, и малышей. Отличная, суперская, мне нравится. Мне нравится, как там клоун бабочкой там показывают так вот, кум-ку-кум. Мне понравилось еще, как лошади и зебры катались. Акробаты суперские. Когда обезьянки бегали. Акробаты, девушка очень, прямо страшно. Мурашки. Больше всего меня впечатлило, когда гимнасты перепрыгивали на другую качель, с одной на другую. А животные, какие зверушки больше всего? Зебры. Когда-нибудь до этого видели зебры, вот лемуров? Только зебры, только в фильмах, и лемуров тоже. 1 июня, в День защиты детей, состоялась премьера. На манеж Рязанского цирка вышли яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты королевского цирка Геи Эрадзе и компании «Росгосцирк». Зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, сказочный пегас и царевна-лебедь, эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин, страстная танго гимнастов на турниках, уникальный номер воздушных гимнастов в струях воды. После него зал аплодировал стоя. Это уникальный номер, правда, потому что он составлялся, он создавался специально под это шоу. В струях воды такого в российском цирке не было. И благодаря нашему гениальному продюсеру Георгию Юрьевичу это состоялся, этот номер. Благодаря нашим режиссерам, их вдохновению и, может, нашему труду произошел такой красивый номер. Естественно, он технически сложный, потому что вода, это все понятно, очень скользко. У нас много проб и ошибок, секретов, которые мы стараемся не раскрывать зрителям, чтобы их захватывало дух. Ярких, талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные. Пятнистые пони, лошади и долматины-наездники. Розовые пеликаны, попугаи ара, ламы, лемуры, дикобразы, гибоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. И, конечно, экзотический аттракцион Африка. У нас с животными самое главное – это доверие. Чтобы они нам доверяли, мы им доверяли. У нас большое количество разных животных, получается, и нам нужно было, что в первую очередь, чтобы животные доверяли не только людям, но начали доверять друг другу тоже. Каждое животное, как и человек, есть талант, нет таланта, и так же есть у животных. И вот ты смотришь на животное и видишь, если он талантливый, значит, он трюки начнет делать. Вот все, как и у нас. Именно в этом шоу представлен грандиозный номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гея Эрадзе со всего света. Вы знаете, это какой-то фурор на самом деле. С самой первой секунды я поняла, что зал открытый, зал ждет нас, зал любит нас. Я сейчас только что за кулисами была, видела наших ребят, артистов. Все только и говорят, какой зал, какой зритель, какая публика. Это столько эмоций. Сегодня был полный зал детей, которые смеялись, улыбались. Все были счастливы, довольны. Поэтому мы начали. Премьера отгремела. Мы с вами до середины июля. Мы всех ждем. Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы и, конечно, само первоклассное профессиональное цирковое искусство. Шоу поистине грандиозное. Гастроли в Рязани продлятся недолго, всего лишь до 14 июля. Поэтому поторопитесь, ведь билеты разлетаются с молниеносной скоростью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова